На телеканале Юганск новости в студии Валерия Маркина. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Нефтьюганская коррекционная школа-интернат получила новое оборудование. Это стало возможным благодаря всероссийскому проекту Доброшкола. В городской думе состоялась майская депутатская комиссия по социальным вопросам. На повестке заседания в этот раз было пять вопросов. Об основных расскажет Дарья Лунькова. Перспективы строительства объектов социального значения. Этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых. Так, без преувеличения, весь город ждёт запуска новой фильтровальной станции в седьмом микрорайоне. Предполагается, что ввод объекта решит многолетнюю проблему нашего города – отсутствие чистой воды. Согласно контракту, строительство должны завершить до конца апреля следующего года. На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с графиком. На прошлой неделе, мы как раз выездная была планёрка на объект, велись работы по заливке третьего основания под фундаменты. То есть, будет сразу подготовлена площадка для фундамента, для монтажа технологического оборудования, чтобы потом после возведения самого здания не, скажем так, не выполнять работы в стеснённых условиях. Образовательное учреждение рядом с домом и учёба всех школьников в одну смену – такую задачу перед городом поставил округ. Для её реализации в ближайшие пять лет в Нефтьюганске запланировано строительство сразу пяти школ и двух детских садов. Суммы на это нужны огромные. Осилить многомиллионные затраты поможет лишь привлечение инвесторов и прочих внебюджетных источников. Администрация не планирует ли выйти в федерацию или в округ, как минимум, хотя бы строительство от Москвы в 18 микрорайоне за счёт бюджетных средств, а не ждать инвесторов, которые, скорее всего, не придёт и в 2025 году. Была инициатива со стороны профильного департамента окружного и нашего муниципального включить данный объект в федеральную программу. К сожалению, в тот момент, когда обсуждался этот вопрос, условия включения в федеральную программу требовали наличия инженерно-транспортной инфраструктуры, а также отсутствие обременения на территории земельного участка предоставляем под строительство данного объекта. Вот из всех этих условий у нас понимание на 100% было только в выполнении работ по строительству инженерных сетей. Также на заседании анонсировали новую меру социальной поддержки горожан. Единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей сможет получить один из близких родственников военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации. Дарья Лунькова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика» по сбору помощи ветеранам боевых действий, получивших ранения в том числе в Афганистане, Чечне и Сирии. Она продлится до 22 июня. Нефтьюганские волонтеры сейчас посещают организации, пожелавшие помочь ветеранам. В этот раз они пришли в Нефтьюганскую окружную больницу. Благотворительный фонд «Память поколений» проводит акцию уже в седьмой раз. За это время помощь получили 16 тысяч человек. Это и ветераны Великой Отечественной, и военнослужащие, пострадавшие уже в современных вооруженных конфликтах, в том числе Афганистане, Сирии и Чечне. Собранные деньги идут на оплату реабилитационных курсов, покупку протезов, средств личной гигиены. Собранные средства идут на приобретение медикаментов, дорогостоящего оборудования и проведение операций. Каждый желающий может принять участие в акции, внести сумму желаемую и взамен получает значок «Красная гвоздика». В прошлом году Югра привлекла в рамках «Красной гвоздики» 350 тысяч рублей. По объему собранных средств округ занял второе место среди регионов. В этот раз к акции уже присоединился ряд нефтеюганских организаций, в том числе Россети, а также учреждения образования и культуры. Рекомендуемая сумма сбора – от 50 рублей. Но, конечно, все опускают в благотворительный бокс гораздо больше. Сегодня волонтеров пригласили медики, которые тоже решили оказать посильную помощь ветеранам. Я считаю, что данная акция очень важна, учитывая то, что все-таки в основном это связано с нашей историей. И то, что сейчас происходит за периметром Российской Федерации, конечно, оно тоже имеет к этому непосредственное отношение. Мы всегда поддерживали позицию государства в этом плане, что ветеранов, участников боевых действий надо поддерживать. Ну и, соответственно, с радостью откликнулись на эту акцию. Для того, чтобы поддержать пострадавших военнослужащих, нужно до 22 июня прийти в Центр молодежных инициатив, либо пригласить добровольцев к себе на предприятие. А можно поступить еще проще – перечислить деньги на сайте «Память поколений». Кстати, участниками акции уже стало множество медийных персон. Инна Новикова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». 26 и 27 мая в Югре пройдут единые дни бесплатной юридической помощи для лиц, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народную Республику и Украину. Их проведут уполномоченный по правам человека в нашем округе совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России. Консультирование будет проходить с 9 до 18 часов в режиме онлайн. Граждане России и лица, вынужденно покинувшие территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины смогут получить квалифицированную юридическую помощь у полномоченного по правам человека в Югре, членов регионального отделения Ассоциации юристов России, Департамента внутренней политики, юридической клиники Югорского госуниверситета. Телефон горячей линии 8 952 710 90 95. На сайте также размещена памятка, которая поможет узнать, как встать на миграционный учет, получить статус беженца, трудоустроиться, получить социальную и медицинскую помощь. Здесь же размещены телефоны служб, обратившись на которые, можно получить экстренную помощь и консультацию специалистов. Нефтьюганская коррекционная школа-интернат получила новое современное оборудование, которое позволит более успешно обучать и развивать воспитанников. Напомним, учреждение участвует во всероссийском конкурсе «Доброшкола». Он проходит в рамках образовательного проекта, направленного на обновление материально-технической базы таких объектов по всей стране. Раньше многие пособия психологи и дефектологи делали сами. Теперь у них два полностью оборудованных класса. Например, вот такие наборы помогают ребенку освоить цвет, форму и размер. С помощью этих нехитрых тренажеров он учится одеваться. Ландшафтный стол позволяет ориентироваться в городском пространстве. Мы моделируем, например, город, изучаем с детьми город. Детки вокруг рассаживаются. Во-первых, они расставляют здания. Здесь мы уже изучаем высоту, высокий и низкий, цвета. Мы здесь предполагаем, например, если здесь лесопарк, как движутся автомобили, здесь уже и безопасность. Здесь происходит полностью коррекционный процесс. Школа-интернат для воспитанников с ОВЗ занимается не только образованием, но и сложной коррекционной работой. Потребность в таких учреждениях растет. По словам специалистов, детей того же аутистического спектра с каждым годом становится все больше. Даже пять лет назад у нас всего было детей с аутистическим спектром два человека. За пять лет количество возросло до 18 именно в школе. И дети каждый год все больше и больше поступают именно с тяжелыми множественными нарушениями и с аутистическим спектром. В мае школа получила восемь комплектов для коррекционно-развивающего обучения. Это и стол творчества, в котором масса разных возможностей, и тактильные змейки, и наборы мантессорий, и визуальное расписание. Все это позволяет социализировать ребенка, дать ему необходимые знания и навыки, которые при поступлении в школу зачастую просто отсутствуют. Сначала, например, зарядка. Потом что мы будем делать? Потом мы пойдем в столовую. Если какой-то здесь картинки не будет, например, мыть руки, ребенок после зарядки пойдет в столовую. Он не поймет, что ему нужно помыть руки. По словам Татьяны, улучшения наступают у всех воспитанников. Даже дети с тяжелой формой аутизма полностью замкнутые на себе. Начинают общаться, у них появляются друзья. Процесс это не быстрый, но занятия со специалистом дают свои плоды. Улучшения есть, это 100%. Дети, многие поступают сюда, не говорящие, не умеющие делать ничего. А выходят социализированные дети. То есть они умеют и одеваться, и обуваться, и могут выражать свои просьбы. Во время летних каникул в школу привезут и другое оборудование. Полностью будут оснащены столярная и швейная мастерская, появится современный инструментарий у озеленителей. Благодаря конкурсу Добра школы откроется и новая гончарная мастерская. Все это позволит еще больше заинтересовать детей, а значит сделать обучение более эффективным. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». В Нефтьюганске на базе школы номер 8 прошла семейная конференция «История моей страны в истории моей семьи». Четыре участника поделились интересными фактами из своих архивов. Напомним, в апреле прошел заочный этап по родословию, в котором приняли участие около 120 семей. Об итогах конкурса узнавала Олеся Белова. На конкурсе семья Матвеевых представила учительскую династию. Среди родственников есть учителя математики, физики, начальных классов, педагоги дополнительного образования и многие другие. Но главной особенностью является общий рабочий стаж. В нашей семье 14 учителей и общий стаж составляет 400 лет. А с кем вместе ты составляла родословную? У кого ты все это узнавала? У бабушки, папы и мамы. В дальнейшем будем участвовать в конкурсе «Наши родословные». Начало конкурса по родословию было еще в ноябре прошлого года. После этого участникам предстояло пройти большую подготовку. А с 1 февраля для них в течение трех месяцев проводили консультации. Среди спикеров были специалисты архива, педагог Дома детского творчества и другие. После проделанной работы семьи отправили свои проекты членам жюри. Семейное древо – это не только перечень своих родственников по линии папы, мамы. А как правильно будут советы сегодня от жюри. И подведение итогов, чествование победителей. Надо сказать, что в основном все стали победителями и призерами этого конкурса. Потому что это такая тема, которая вызывает только положительные эмоции и объединяет и показывает, как творчески совместно работала семья. Всего в конкурсе четыре номинации. Семья в объективе, самая творческая, семейный герб, а также родословная. Семьи, которые могут принять участие в муниципальных, окружных и даже всероссийских конкурсах. В конце конференции сто участников наградили дипломами первой, второй и третьей степени. Еще семнадцать получили номинации за творческое оформление древа, летописи, герба и другого. Олеся Белова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». С начала года в Нефтьюганске произошло уже шесть ДТП с участием детей. Почти все по вине родителей. Уже через неделю начнутся летние каникулы, а значит, ребят без сопровождения взрослых на улицах станет больше. В связи с этим в Доме детского творчества прошла акция «Внимание, дети». Юные инспекторы дорожного движения рассказали учащимся начальных классов о необходимости соблюдения правил безопасности. Вам необходимо из предложенных составляющих собрать пять дорожных знаков и правильно озвучить их. Акция проходит в формате игры. Ребятам необходимо собрать пазл с дорожными знаками, пройти тесты на знания правил дорожного движения, а также на специальной карте найти нарушителей. Вам нужно, да, найти нарушителей. То есть пять пешеходов нарушителей и пять велосипедистов. Вот, правильно, да. То есть ты думаешь, если взрослый человек, он должен ехать на дороге? Ему можно. Не должен, ему можно. Рассуждая об установленных знаках, подвижении велосипедистов на дороге, наличию фигурок детей в неположенном месте, мальчики помечают ошибки. Здесь на занятиях также изучают основы оказания первой медицинской помощи и учатся правильной езде на самокатах, роликах и гироскутерах. Благодаря такому формату обучения информация надежно усваивается. Когда мы изучаем правила дорожного движения, они уже сами начинают осознавать, что вот в данной ситуации я вел себя неправильно. То есть я, например, переехал через пешеходный переход на велосипеде, хотя должен был спешиться, чтобы перейти этот пешеходный переход. То есть они начинают анализировать уже свое поведение, и я надеюсь, что это благоприятно влияет на дорожную ситуацию. Как правило, летом число аварий с участием юных горожан значительно увеличивается. На дорогах внимательными должны быть все, поэтому профилактические мероприятия проводят и с водителями. У нас проходят часто акции, где мы обращаемся именно к водителям нашего города, призывая соблюдать правила дорожного движения, призывая уступать ребятам на пешеходном переходе и вообще быть тоже внимательными. Сегодня акцию проводят пятиклассники из 10-й школы, которые вошли в пятерку лучших окружного конкурса «Безопасное колесо», прошедшего недавно в Нижневартовске. Говорят, что было сложно, но познавательно. Мы на велосипедах катались по автогородку со знаками, светоформе. И было как-то неудобно, потому что мы ездили в автогородке здесь, а потом поехали туда, и там было все по-другому, и было как-то страшно ездить. По оценке юных инспекторов, все справились хорошо, но многим необходимо глубже изучить правила дорожного движения, чтобы, гуляя летом, быть уверенными в своей безопасности. А по завершении акции участникам окружного конкурса были вручены дипломы от Департамента образования «Нефтьюганска» за их активное участие в предотвращении дорожно-транспортного травматизма. Инна Новикова, Алина Морозова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Свой юбилей отметил хореографический коллектив «Нефтьюганска» «Вдохновение». Образовался он на базе школы искусств 30 лет назад и с тех пор накопил множество достижений. На праздничном концерте выступили не только нынешние воспитанники, но и выпускники прошлых лет. С репортажем Екатерина Балакина. 30 лет – это большой срок для любого коллектива. И юбилейный концерт – это возможность оглянуться назад и посмотреть на все, что удалось достичь за эти годы. Состав был очень небольшой. От 10 до 12 человек. Мы искали себя. Мы искали свой репертуар. Все было в стадии становления. Сейчас наше направление – классический танец и современная хореография. Количество детей – от 30 до 60. Возраст детей – 4-17 лет. Посетить юбилей любимого коллектива приехали выпускники прошлых лет. Те, кто не год, не два, а больше 10 лет назад закончили обучение под руководством Эллы Кочкиной. Так Елена Фомичева получила свою порцию вдохновения 18 лет назад. У меня такая скорость жизни, что я не успеваю как-то ностальгировать по поводу прошлых лет. Но я не чувствую, что прошло 18 лет. Я сегодня думаю о том, это нормально, что я не чувствую, или все-таки нужно как-то повспоминать. У меня ощущение, что это было недавно. И ощущение, что это полностью не заканчивается. Потому что частично творчество и хореография, они все равно остаются в жизни. Для Алены попасть в коллектив было непросто. Пришлось выдержать большой конкурс. И в результате 8 лет обучения девушка смогла поступить в Московский университет на хореографа. Да, я встретила действительно очень много знакомых лиц. Все улыбаются друг к другу. Очень необычно. Элла Владимировна очень большая молодец, что организовала такой большой концерт и собрала столько зрителей, выпускников, родителей. Тут без слез никак. Всего на концерте показали более 10 номеров. И нынешние, и бывшие воспитанники коллектива поработали друг с другом с удовольствием. По их словам, встреча помогла не только вспомнить, но и поделиться опытом. Екатерина Балакина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова